Платформа для творчества. Каждый год 9 мая. Пинская пешеходка приглашает друзей. И это добрая традиция. Столица Польесия всецело погрузилась в атмосферу майского праздника. Проект «Пинская пешеходка» впервые стал известен с мая 2018 года. С тех пор остается одной из культурных визитных карточек города. Люди его ждут с нетерпением. Проект долгосрочный. Он проходит в течение пяти месяцев. Уже традиционно он открывается 9 мая каждый год и заканчивается в первые выходные октября на день города нашего. Есть возможность людям абсолютно разных видов жанра выступить на этой пешеходке. Эта платформа предназначена для людей, которые еще не совсем уверены в себе, в своих творческих способностях, но они у них есть. И они, может быть, еще не совсем готовы выйти на большую сцену. Именно для этого существует такой проект, где человек может себя реализовать, показать на суд зрителя и, возможно, они оценят его. Искусство во всей его красе улица Лирина приглашает на большой праздник творчества. Его задача – объединять таланты, повышать культурный облик столицы Полесья и ее туристическую привлекательность. Мы прямо на этом проекте находим неимоверно талантливых людей. Кто-то пишет стихи, кто-то пишет музыку, кто-то поет песни. Причем есть такой потенциал, что кажется, закрыв глаза, что поет Алла Пугачева, например, или там еще какой-нибудь известный артист. Есть самородки, которых мы находим, и уже эти люди выступают на большой сцене нашего города. Масштабный городской проект не обходится и без его постоянных участников. Один из «Завсегдаты» – пенчанин Виктор Метельский. С тем пираментными рифмами и аккордами он завоевывает сердца. С большим азартом пенчанин читает свои новые стихи и мастерски подбирает к ним мелодии. «Очередная пешеходка. Опять я приглашу на пешеходку. Я уже ветеран на этой пешеходке. Шестой раз выступаю. Очень рад, что меня пригласили на эту пешеходку. Прекрасный сегодня день. Порадуюсь за такую погоду. Все лето буду петь свои песни. У меня песни о любви и патриотических песен очень много. Так что я рад, что у меня есть песни на разные темы». Большой праздник искусства во всех его проявлениях объединяет профессионалов и любителей. «На пешеходке я пою уже с 9 лет. И я буду петь песню «Письмо солдату». «Ты тысячи раз представлял себя с тобою рядом. Не повезло, я не слышал, как крутятся снаряды». Пешеходка для всех тех, у кого есть свой креативный взгляд на обыкновенные вещи. Она открыла очередной насыщенный сезон, чтобы летом 2024 года опять танцевать и зажигать яркие огнетворчества. «Тут можно говорить очень многое. Такая площадка очень актуальна, очень нужна и необходима, потому что это возможность гостям города, жителям нашего города услышать, познакомиться с нами, с нашей музыкой, с нашим инструментом. Бояна-кордеон – это прекрасные инструменты. Обязательно нужно их слушать, обязательно нужно ходить в наши концерты». «Пинская пешеходка – это всегда праздник. Мы всегда с удовольствием принимаем участие и всегда возбуждаемся и с удовольствием поем здесь. Здесь всегда люди, всегда весело, всегда интересно». «Пинская пешеходка – это место, где собираются вся молодежь вечером, вообще люди всех возрастов. То, что здесь сегодня праздник в честь Дня Победы – это очень здорово». «Замечательный день, где мы можем выступить, показать себя, показать свой коллектив. Это очень здорово, что у нас такое происходит именно в нашем городе Пинске». «Пинская пешеходка» уже в седьмой раз становится площадкой для исполнителей сценических искусств. Знакомые песни и встреча с любимыми коллективами не могли не радовать гостей праздником музыки и танцев. «Очень красиво у нас в городе. Празднично. Люди танцуют, поют, улыбаются. Все прекрасно». «Очень хорошо сделали эту пешеходку. Так душевно здесь все. И вечером эти концерты. Очень хорошая пешеходка. Я люблю Пинск». «Все очень красиво сделали. Мне очень нравится. И выступления, концерты. Все очень красиво. Спасибо большое, что сделали такой прям хороший праздник». «Это не просто торжество творчества», утверждают ее организаторы и участники. «Это философия хорошего настроения и нереальных эмоций. От музыки, общения и особой атмосферы». «Очень красиво у нас в городе. Продолжение следует...»